Кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней, врач-педиатр Владимир Чекунов у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Сегодня мы будем пытаться отличить простуду от аллергии, правильно? Да, все верно. Осень – это не только школьная пора, но, собственно, в то время, когда начинают обращаться к нам, к докторам, люди и с простудными заболеваниями, и с обострением, либо с продолжением течения аллергических заболеваний, действительно, отличить порой бывает сложно не только родителям, но и нам, врачам. А почему? Потому что симптомы какие-то одинаковые. Действительно, симптомы порой бывают очень схожие. И если мы говорим о типичных симптомах, то это насморк. И насморк – это, в общем-то, симптом многих заболеваний. Одним из является аллергия. Но для простудного заболевания, ну, простят меня лор-врачи, собственно, 7 дней леченый насморк, неделя не леченый насморк, да, то есть порой он проходит самостоятельно, если без осложнений, то при аллергическом заболевании течение, оно, как правило, длительное, оно самостоятельно не проходит и сопровождается зудом, жжением. И выделение из носа, как правило, они прозрачные, липкие и приводят к тому, что пациент не может практически спать. Ну, в общем-то, качество жизни его снижается. А какой возраст такой опасный, в том смысле, что аллергии начинают проявляться? Либо, если ребенок склонен к аллергии, то с самых малых пеленок понятно, что он аллергик? А склонность, она действительно может появиться уже или проявление на первом году жизни. Но вот именно такое сочетание, как будто бы простудные заболевания, это прерогатива все-таки детей садиковского возраста. То есть это с двух лет, четыре, пять, шесть. И вот здесь как раз эта дифференциальная диагностика, она немножко затруднена, и поэтому порой надо проводить специальные исследования. Что это у нас такое сегодня интересное? Интересные бабочки. Вот как раз мы хотим показать то, что это не так страшно, потому что многих родителей пугает то, что проведение аллергологического обследования, это вообще нечто такое страшное, мы принесем боль ребенку и так далее. На самом деле аллергены выглядят вот таким образом, это обычные флаконы. Но, к сожалению, в студии мы не можем показать на ком-либо проведение данного исследования. Это может быть только специализированный кабинет с наличием аптечки, потому что неизвестна реакция. Здесь находятся концентраты. А ты что хотел? Я думал, что мы сегодня все проверим. Вот здесь концентраты, представляете, аллергены из шерсти собак, аллергены из мандарина, да? Да, да, да. Там домашняя пыль, коровье молоко. Домашняя пыль, сегодня можно ее попробовать. А как это происходит? Царапаешь руку или что? На самом деле есть несколько вариантов для проведения. То есть есть специальные скарификаторы, есть прекаторы, есть тесты, которые называются патч-тесты, они на спине проводятся. Но в нашей рутинной практике в основном это вот эти два варианта. Конечно, скарификатор может выглядеть довольно страшно. Это некая вот такая вот иголка, да, своеобразная. Либо вот здесь находится внутри иголка, то есть вот таким вот образом это будет. Но мы не наносим такого жуткого вреда и боли для ребенка, потому что делается очень-очень поверхностная царапина на коже. То есть даже это меньше, чем царапает кот или кошка. Поэтому боли человек никакой не испытывает. А сколько нужно вот таких проб сделать? Потому что аллергия ведь может быть на что угодно, а баночек всего тут раз-два и буквально десять штук. Нет, баночек на самом деле у нас целый холодильник в клинике находится. Это то, что вот хотелось бы, может быть, в основе показать. Ну, как вы вот понимаете, в какую сторону идти? Вот на молоко у ребенка, на продукты, на животных там, на тунец. Тунец, пробовал давно тунец. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал тунец? Я не хочу пробовать этот тунец. Дело все в том, что для этого есть специалист, врач-аллерголог, который беседует с родителями, и мы проводим обследование на определенные группы аллергенов. Конечно, есть такое заявление, у некоторых родителей очень интересное бывает. Проведите обследование нам. У нас, возможно, аллергия на слона. На слона? Да, такое было. А, ну, мол, мы приехали с отпуска, да, там катался на слоне. Да, мы говорим о том, что, собственно, такого эксклюзива мы не делаем. Либо есть такое заявление от родителей, приводите нам обследование на все. А можно такое или нет, сделать тест? Я вот сегодня хотел бы всех попробовать, а сказали, нельзя. А, ну вот, за эфирным временем без проблем. А через сколько можно пробовать на разные аллергены? Мы можем в раз наносить. Все зависит от площади руки. То есть, допустим, на вашу можно накапать больше, а на ребенка, соответственно, меньше. И, конечно, все залить мы не можем, потому что можно вызвать анафилактический шок. Здесь находятся концентраты. Если вы истинно аллергик, то, получив аллергическую реакцию на несколько аллергенов, в общем-то, придется вызывать скорую помощь. Вот это бы были сегодня рейтинги в эфире, Василий. Не будем делать себе пробы. Обращайтесь к специалистам. Если у вас возникли сомнения, что у вашего ребенка простуда или аллергия, обязательно к специалистам они вам все разъяснят. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней КРАСГМУ, врач-педиатр Владимир Чекунов был у нас в студии.